Браги у, пожалуй, главного фаворита этого турнира. Брага две победы в основное время одержала, португальская команда. Вот 6 очков у Браги, 5 очков у Спартака. Сегодня Брага и Спартак попозже, сегодня вечером, решат, кто из них займет первое место. И кто в полуфинал выйдет с первого места. И вот Гроссхоппер швейцарский и бразильский фламенго, повторюсь, сыграют за престиж и за то, чтобы не остаться последними в этой группе. Ну, здесь фаворит, наверное, такой, я бы сказал, явный, с перевесом, наверное, 60 на 40, а может быть и побольше, фламенго. Но у Гроссхопера вернулся Виталий Сидоренко, он был удален в первом матче за... И очень переживал, очень переживал. Очень переживал, очень. Ну, еще раз наслаждаемся, да, церемонии открытия, конечно, сделано все на очень высоком уровне. В высоком уровне, классно, атмосферно. И новый мяч я сегодня поиграл, кстати, им представленный был легендарным Манжером. Бумо мяч. Мне понравился, мне понравился мяч по качеству. Очень такой интересный, мягкий. Приятно было играть, хороший мяч. И презентацию, кто не смотрел, посмотрите, как Манжер таинственно провел свой Мегаспорт в цепи, там, на тонированной машине. Очень хороший ролик. Ждем выхода участников на песок. Вообще, вот, я так почитываю интервью футболистов разных команд, и многие скользятся в обучении, что, может быть, и будущее пляжного футбола за залами, за игроков в залах, и, может быть, и в этом будет путь на Олимпиаду. Да, вот, что таким образом удастся придать Олимпийский статус. Ой, Олег, ты сейчас на больное мне, потому что, когда мы первый раз в 2019-м выиграли чемпионат мира, мы надеялись, что пляжный футбол станет Олимпийским. Но он пока еще молодой вид спорта, да, ему 15 лет. Но, я думаю, все-таки не за горами, да, когда это все-таки произойдет, потому что пляжный волейбол, он Олимпийский. И, в общем, футболу не стать. Ну что, показывают нам футболиста Фламенго. На кого здесь персонально можно обратить внимание, с моей точки зрения, особенно, да? У Фламенго, ну, конечно, это Элентон Андрадо, братарь, двукратный чемпион мира. Он португалец, но он, естественно, натурализованный. Также очень переличен футболист и Егор, 10-й номер. Ну, и, на мой взгляд, третий футболист. Я считаю, пока на данный момент он лучший в мире. Это Родриго Коста, номер 9. Представляют, представляли нам бразильский футболист. Ну, вот Гросскопер. Ну, у Гросскопера сразу Чидоринга, легендарный. Играли с ним в одной команде очень много в разных турнирах. Сандрос Пакарателло, который объявил о завершении международной карьеры на сборной в Швейцарии. И у нас вот такой человек-сюрприз есть под 10-м номером. Это Егор Ремезов. Вот это рекомендован он из Санкт-Петербурга, молодой парень. А рекомендованный Энджел Шринц, который вот как раз вот под нашими местами сидит. Это главный тренер Христнала из сборной в Швейцарии. Вот он рекомендовал в команду. Гросскопер впервые оказался на таком турнире. Ну, и, по-моему, вообще швейцарской команды не было на клубах чемпионата мира. Это седьмой розыгрыш клуба чемпионата мира. Пять в Бразилии проходили, вот второй год подряд в России. И швейцарская команда здесь впервые. Да, они дебютируют. Видно, что по бюджету, по трансферу не смогли привезти таких звезд. Даже, как если сравнивать с Токио Верди, да, привезли Катарину и Маури Синьо. А вот стартовая пятерка у нас. И вот появился впервые, да, Пачев. Он тоже украинец, Роман. В первых двух турах не играл вообще. Ну, сейчас, видимо, задач никаких нет. Появляется стартовая пятерка сразу. Отмечаем это. Роман Пачев стартовая пятерка Фламенко. В прошлом сезоне за бразильскую команду на клубном чемпионате мира играл Сергей Степляни. Причем я не знаю. Так что не удивляйтесь. И стал, кстати, бронзовым призером. Не знаю, с чем связано не приглашение Степляния. Может быть, не устроила игра. Но я думаю, Сергей бы помог здесь, да, для численности. Хотя у Фламенко сейчас мы увидим игроки в атаке очень высокого уровня. Лукас Жостровский – это главный арбитр сегодняшней встречи. Он из Польши. Родриго Фернандо, тренер Фламенко. И мы в ожидании интересного матча. Здесь, в общем, я думаю, распредвещены будут обе команды. И если уж мы 17 мячей увидели в предыдущем матче, первом матче сегодняшнего игрового дня, когда на кону была путевка в полуфинал, то здесь-то, я думаю, сам Бог велел просто поиграть в свое удовольствие, поиграть в атаку тем и другим. Ну и посмотрим, что из этого будет. А может быть, рекорд по голам, да, по Попьют, Олег? Все возможно. Но футбол будет красивый. Я думаю, да, в исполнении Фламенко – это точно. Ну и раскрепоститься Грослопера тоже надо. Как раз вот Сидоренко – голкипер швейцарской команды, украинец. Виталий Сидоренко был на ваших экранах. И ждем, ждем начала. Данный команд, Жил Пауло. И Бернардо. Жил Пауло, да, я и с Игором в одной команде играл десяткой, и с Жилом. Хороший футболист, такой колючий, по-хорошему защитник. И тоже футбольное долголетие. 38 лет, Жил Пауло. Можно сказать, такой играющий тренер. Напомним, что здесь по традиции, вот когда в группе матчи проходят, сначала играются матчи без российских команд, ну а следующие игры уже с участием Локомотива и Спартака. Народу прибавляется на трибуну. Ну и ждем. Фламенко начинает. Три, три, два, один, поехали! Эудим и Роман Пачев. У мяча передача Родриго Коста. Удар поворотом и сразу Сидоренко в игре. Первое спасение буквально на пятой секунде матча. Среагировал Виталий Сидоренко и выручил Гроссхопер. Гроссхопер два матча проиграл на этом турнире. Начали с поражения 1-8 от Спартака. Одно и во втором туре Брага их обыграла 8-3. Но с точки зрения содержания все отмечали, что Гроссхопер против Браги, против очень сильной команды, смотрелся уже гораздо лучше, чем против Спартака. Да, и вот еще одно изменение. Мы отметили Пачева, да, четверку украинца. И впервые Электрон Андрадо не начинает, да, с первых минут, а резервный голкипер. Да, да, это Джованни. Джованни такой сухой голкипер. Посмотрит, как он играет ногами и на линии. Тоже интересно смотреть за этим вратарем. Родриго удар и опять Сидоренко. Вот такая дуэль у нас в начале игры. Родриго-Сидоренко пока в пользу Виталия все складывается. Глен Ходл не поспел к мячу. Вот Глен Ходл, девятка игроскопера, это футболист национальной сборной Швейцарии. Такое общее место, такая общая тема, да, что маловато хороших игроков международного уровня в Швейцарии, непосредственно на швейцарских местах. Да, тоже как вот наша национальная команда попала в такой вакуум, когда много футболистов закончили играть за сборную. И вот момент Пачев и Сидоренко. Родриго! И опять Сидоренко, он опять среагировал. Вот это очень важно, если Виталик поймает кураж, то у Гроссопера есть хороший шанс на победу. Четырежды уже тащил мяч из Сидоренко, а сыграл это всего полторы минуты. Тангер, у него левая нога просто сумасшедшая, играет под правую, посмотрите, гол! Тангер забивает, несколько и повезло ему. Там от песка точно было рекорс, может быть и от игрока, мы на повторе посмотрим. Ну вот Тангер, 1-0. Отмечаем дриблинг Тангера, посмотрите, как под левую ногу ждет его, да, здесь. Здесь Войток, как здорово, убирает голеностопом и бьет, а вот отскок не в пользу Сидоренко. Здесь, конечно, он выручить не смог, претензий к вратарю нет. Я бы сказал, даже предательский так мяч, да, стрекожили, пошел в противоположную сторону. Если бы удар был чуть с дальней дистанции, можно было немножко на ногах остаться и среагировать, потому что Виталик хорошая реакция, а здесь удар метров, наверное, 10-11. Ух ты! Ну вот это да! Бернардо! Бернардо забивает. Бернардо это уникальный футболист. Он участник всех семи розыгрышей клубного чемпионата мира, причем в составе пяти разных команд. Вот теперь с гранцхопером приехал и забил такое голище. Вот такой гастролер, да, пляжный Бернардо, и оказывается у него неплохой удар. А вот тебе, Олег, такой вопрос. Ты бы предпочел, как футболист, сыграть на семи Мундиолита и ни одного не выиграть, или сыграть на одном и выиграть один раз? Вот, наверное, потому что я не профессиональный футболист, я отвечу, что на семи предпочел бы сыграть. Причем, желательно, за семь разных команд, да, чтобы было что вспомнить потом. Ну, тогда, значит, твой персональный, наверное, теперь будет... Бернардо? Бернардо, да, твой персонаж. Да, португальский футболист, и вот он сравнял счет очень быстро, гранцхопер отыгрался. 1-1. Гер, какая передача мягкая, а, ну, все равно красивая, да, с песка, это очень сложно мяч поймать, так, голеностопом с обратным вращением, гранцхопер этим элементом совершенствия владеет практически. Сидоренко. И удар Бернардо. Ну, активен, да, Бернардо, самый активный гранцхопер по первым минутам. Да, и, действительно, это один из лидеров команды, он обладает гигантским опытом. Я думаю, что так быстро удалось интеграться, это, по-моему, очень важно для нашей ситуации. Да, не умаляя достоинства всех полуфиналистов, пока всех еще не четверку не знаем, но мне очень симпатична, конечно, команда «Фламенко» по турниру, именно по стилю игры, по подбору футболистов. Я бы, конечно, хотел их видеть в полуфинале. А, каково, Родриго, гол! Гол! Ну, какое мастерство сначала одного футболиста и голевого чуть-чуть другого. Да, этот Ангер пробил, он, естественно, мяч пытался забросить за шиворот Сидоренко. Чуть-чуть ему не повезло, но, видите, хорошо смеется тот, кто смеется последним. И, в конце концов, Родриго мяч добил в сетку ворот. Да, жаль, весь мяч не залетел, конечно, было бы красиво, но все равно Родриго великолепен на добивании. Обратите внимание, что даже с этим добиванием Родриго, ну, почти справился с Сидоренко, он задел мяч, задел, только не настолько, чтобы перевести через перекладку. Вот, кстати, пока Виталий свежий, да, такая небольшая вот минутка для воротарей, как он в своем возрасте, да, очень быстро с песка встает. Гроссхопер в атаке, Ходл, ну, там маячик впереди, но, по-моему, мяч толком до него еще ни разу не находил. Да, я уже наблюдал за Ходлом, у него, по-моему, один мяч на турнире, растренирован тоже абсолютно, а к концу матча не подойдет. А вот момент! Ждем первого российского гола в составе Гроссхопера. Ремезов пробил. Расставинья. Бернардо плотно облегал сейчас соперника и правильно все сделал. Сидоренко играет руками. Вот мяча на Бернардо. Хороший пас. Ремезов старался передачу, скорее, да, Ходла найти пасом. Ну, пока Гроссхопер достаточно уверенно смотрится и чувствуется, что Каа с настроением играет. И они атакуют не реже, чем бразильцы, но, может быть, до логического завершения реже атаки доводят. Там, с точки зрения последней передачи, все так хорошо, как у Фламенко. Ну, и надо отмечать, что, наверное, плюс ответственности уже не тот, да, можно расслабиться, поиграть в свое удовольствие, показать себя, возможно, да, кто-то заметит. Того же Ремезова пригласит в российский клуб, в локомотив или Спартак, ничего бы нет, или легионеров тоже себя показать, проявить. Хотя ноги на контрактах, тоже Родриго уже давным-давно играет за «Кристалл». А это Паулу с мячом. Раскачивает. Джилл. Сюда Ренка вышел. Первый оказался на мяче. Сейчас, наверное, пауза будет у нас. Да, пауза, потому что режит на песке бразильский футболист. Вероятно, по трёху с мячом. Это ещё и время для того, чтобы замены провести. Я смотрю, что у «Гроссопера» один-два. Тройная даже замена, да? Да, они не стали меняться четвёрками полностью, да. Отмечаем, что Сандоров Па-Карателло пока не появлялся на песке. Легенда швейцарского футбола. А это Тьяго. Тьяго, вот он сейчас оказался. Подмял его от себя Сидоренко. Ну, в рамках правил действий. А в том моменте, кстати, на усмотрение судей, до такого момента, можно было и назначать пенальт, потому что Сидоренко в контакт шел активно, и это запрещается по правилам. Сидоренко. Сотечественника Войток тут пробрасывает не очень удачно. Потому что, нет, на этот раз не Войтоку, а бросал на Штайна Мана. Да, вот как раз Олег, обратите внимание на Штайна, удивительное сходство с нашим коллегой Александром Диццентром. Ты знаешь, я вижу даже вот с трибуны, даже не вот на чьих синитор, а так, выезды очень похожи. Я вчера, вернее сегодня, даже в обед написал Саше смс-ку, смотри, пожалуйста, там Мондиолита. Он сказал, мне некогда, я играю за Гросхоппер. Ты играешь под шестым номером за Гросхоппер. Да, да, да. Да, ну, собственно, вот. Вот он, да. Да, только что могли вы наблюдать. Александр Диццентром, Гросхоппер, он же Штайна. Ой, так, готовит через себя удар, и, ну, далековато, далековато. Джел. Кому он хотел? Там начали меняться футболисты. Очень забавно. На своем мяче, правильно, но очень коллективный и быстро. Лейден Андраде. И в интервью перед турниром он говорил, я выиграл все, действительно, и чемпионат мира, и Евролига. Ему покорялось. Вот, я, говорит, хочу еще, 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 но не в этот раз, Эллинсон, не в этот раз. Андраде сказал, что он лучший вратарь 2019 года. Ну, очень нескромно такой, да, пляжный, Златана Набирагимовича. Я думаю, что это тоже элемент шоу, и это надо приветствовать. Его сменщик сейчас, Жованя, собирает мяч и далеко бросает сразу к ворону. Ну, это Алехандро, тоже интересный футболист, очень седьмой номер. Фламенко, обратите внимание, он играет таким леггинсом. Тягивающим. Это мобилье. Очень интересно. Футболист самобытный, с дриблингом, быстрый, такой, юркий. А что, ему никто не сказал, что он в закрытом помещении? В ролях Москвы. А и Сэм Кискин, кстати, по-моему, в первый игровой день вышел и в термобилье полностью. И руки, и ноги были закрыты. На главой. Алехандро. На второй. Жованя. А можно, возможно, для Алехандро и эта, по-моему, тоже прохладная. В общем, да, наверное. Наверное. Но я уже говорил, что народу прибавляется, я думаю, и теплее станет с этим. Теплее и жарче, да, на трибуну. Теплее и жарче. А уж на поле точно. Родриго здорово уходит на шаге в середину, от Войтока бьет дальний угол. Это был Родриго Косово, девятый номер. Смотрите, как здорово уходит и удар в дальний угол. В ближний угол левой ногой. Егор Ремезов. Позор. Батарю Сидоренко. Да, вот приятно играет Гороскопер. Как называют фамилии. Ремезов, Сидоренко, Войток. Ах, как здорово, да. Да, это был удар Ремезова. Очень такой тонкий удар. Кангер. Сихандро. Контроль мяча потрясающий. Джей Ваня. Джей Ваня не атлет. Так, на вид, по крайней мере. Даже как-то не очень. Да, такая субтильная фигура у него. Я бы сказал, это антифодс Дэна Станковича. Но ногами играет неплохо, по первым впечатлениям. И Сидоренко, где-то не было конкурентов. Три с небольшим минуты до окончания первого периода. Один-два. Гороскопер уступает пока. Вот Виталик очень много проставит вперед, мячей руками, торопится. Можно попробовать себе выбросить за 9 метров. Он может попробовать пробить или передачу. Вот выходит. Играет с Ремезовым. Не боится идти в обводку, да, и практически получается. Но Дангер отнимает мяч, введение мяча. В то же время была уже страховка. Двое партнер стянулись. Мечает Бернардо. Нет, поднял мяч вот и неплохо, но удар не получил. Но Алехандро. Смотри. 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 До рынка. Бернардо не получался, но... Капа! Слишком. Капитанская повязка на руке Бернардо. Смотри. 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 Капа! Смотри. Смотри. Принимает на себя... Серия стыков. Вот попытка удара через себя... В общем, тоже красиво так здесь. Да, дрелищно. Здорово поднял. Но не попал. Тоже, в общем, наверное, большой стихник, что Фламенгу два матча проиграл. Одну очко у бразильцев в активе с одним очком... Прошу прощения, ноль очков, конечно. Я имею в виду, что они проиграли в основное время браги 4 часа. Вот такой момент здесь интересный, Олег. Я вот обращаю внимание на студии. Он с такой паузой дал хлисток, но тут стык такой опаснейший был, конечно. Могло и чревато закончиться. Адриан Хоплер. Вот заснул немножко арбитр. Он и с ним Густавинио столкнулся. Там и Ликсовай хоть пострадал, но и в первую очередь, конечно, там... Голеностоп и, по-моему, колено. Такое тоже грузное, видно, болезнь. Но остается в игре. И, наверное, все не так страшно, как могло показаться. Но Сандерс по карателло, видим, сегодня пока не планирует выходить на песок. Ну, может быть, потому что игра турнирного значения уже не имеет. Да, и... А может быть, и нагрузка все-таки два дня подряд играли? Ну да, судя по лицу Виталия Сидоренко, хоть он одну игру пропустил, но играть тяжело, тем более в таком солидном для футбола возрасте. Кар! Здесь Сидор Фимела может подготовиться, несмотря на то, что он, конечно, встелился по песку. Совсем начереват рикошеном. Ходл! Наконец-то пробил. И Ремезов, да, нарушает правила. Ну, видно же, как текучий складывается. Ходл все-таки сразу все налицо. Если нет функционала, да, на песке, а нет тренировок в какой-то момент с ременью. Причем Ходл как раз это молодой. Да, молодой. Достаточно известен, но еще его играть и играть. Там, ну, сколько, 25, по-моему. То есть где-то в этом районе, да, 94-95 года рождения. Вот, ну вот, что значит отсутствие тонуса, соответствия тренировочной нагрузки. Достаточно. Ну, понятно, что сезон впереди еще. Ох, какой удар. И Сидоренко 2-2 великолепен. Браво, браво, Сидоренко. Какие спасения завершает Виталий. Великолепен. Лучший, безусловно, вот в этом завершающемся первом периоде, лучший в составе «Гроссхопера» Виталий Сидоренко. Совершенно точно, наряду, наверное, с капитаном команды Бернардо. Бернардо, конечно. Кстати, они вдвоем и отборолись, потому что Бернардо исключил возможность второго добивания. Славенга, конечно, выше классом. Это заметно. И даже в таком матче, где, в общем-то, уже на кону не стоит что-то крупное. Но «Гроссхопер», видите, держится. И всего лишь минус один. Благодаря вам, Наталья, дальше. Во многом, но это Бернардо. Вообще, Бернардо долго думал, играть ли. Удар порога. Опасно, да, обловой. Долго думал, посвящать ли себя пляжному футболу. У него, кстати, был вариант и в большой футбол играть, но признался, что он такой томосед. Надо было бы ездить, если бы играл в 11 на 11. А здесь вот время от времени турнира принимает участие и удовольствие получает. Угловой разыгрывают швейцарцы. Так здорово выбегают, но чуть-чуть отпереди мяча побежали. Удар, да. Тяжеловато, тяжеловато выглядит. Мы анонсировали, говорили про Егора десятку, да, его нет на скамейке и заявки. Либо травма. И, смотрите, протоколом может быть и дисквалификация, да, скорее всего, потому что две жовтые карточки у Егора. Ну, Егор не играет, а есть Егор Ремезов. Ой! Сейчас едва мяч не обманул. И, кстати, тоже десятый номер Ремезов, как и Егор. Да, да, да. Ну, Егор Еремеев здесь на комментаторской позиции. Можно загадывать желание, если окажется между мной и Ремезовым. Истекает время первого периода. Последняя атака Пламенко. Ну что, 2-1 всего лишь. Бразильцы выигрывают. Их игровой перевес был более внушительным, чем перевес по счету. Сейчас перерыв и посмотрим, что Гроссхопер предложит сопернику и нам во втором периоде. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возвращаемся в Мегаспорт. Здесь пока продолжается первый перерыв в матче команд группы Б клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Бразильский Фламенко выигрывает 2-1 у Гроссхопера из Швейцарии. Нет очков после двух туров ни у бразильцев, ни у швейцарцев. Это игра за престиж, мы уже говорили, ни одна из этих команд не имеет шансов попасть в полуфинал. Из этой группы в полуфинал уже досрочно вышли московский Спартак и португальская Брага. Но игра веселая между бразильцами и швейцарцами за Фламенко Тангер и Родриго забили в первом периоде. Бернардо Португальский легионер отличился в составе Гроссхопера. Но лучшим у швейцарцев, конечно, был не он, а украинский голкипер Виталий Сидоренко, который, ну, наверное, как минимум полдюжины раз просто выручил свою команду, ну, еще несколько, чуть менее сложных мячей отразил. В общем, он был самым заметным. Ну, да, и сейчас как раз вот в перерыве там последнее наставление давали. И Сандро Фанграделло участвовал в дискуссии, спрашивал как раз у Виталия, как самочувствие. Кто-то показал большой палец, что будет играть второй тайм и, возможно, и третий. Игроскопер. Он начинает с центра поля. Удар Бернарда пробил. Сразу, чтобы дело в долгие ящики не откладывать. Ну, и Глен Ходл ведет мяч в игру. Вот я смотрю, что Ходл, по-моему, не уходил вообще с песка в первом периоде, при том, что явно не в лучшей форме. Ну, может быть, вот так вот через игры и набирает. Ну, сегодня усеченный состав, да. Мы видим, что СПАКа не играет, по крайней мере, не собирается, да. И вот такая нагрузка выпадает как раз на Ходла. Оторабатывает в вороне сейчас. Сейчас здорово сыграл. Бойток. Пачек на Тангера. Тангер заранее знал, что будет делать, но и защитник Гроссопера прочитал эту передачу. Далеко. Жива не бросает. Сегодня Жива не ворота по Фламинго. Начинал игру и остается. Вот здорово. Здесь показывает техническое оснащение финты Александру. Теряет мяч. Ходл. Нарушение правил. Причем вот бывают игровые такие полы, да, когда, допустим, просто не успевает футболист. А здесь, по-моему, даже без попытки сыграть в мяч. Вот поэтому и желтая карточка. Да, Тангер получает желтую карточку. Совершенно заслуженно. И Ходл надо сейчас отдышаться, выдохнуть, чтобы нанести хороший плотный удар. В первом периоде один удар только нанес Глент Ходл. Но это было скорее красиво, чем опасно. Он был через себя. Сейчас без помех. Ходл против Жовани. Глент Ходл бьет, но мяч так и заживало чуть-чуть. Звуковое сопровождение этого удара было более впечатляющим, чем собственный удар. Александру. Очень резкий, юркий бьет, но удар не получается. Да, с неудобной ноги. Как вернулся здорово, да? И здесь Родриго. Родриго! Здорово на замахе и раскачивает. Передача на Алекхандро. И Штайноман надежно на вороне. Да, Штайноман, который пробег, я не знаю, считается. Штайноман много перемещался. И в первом периоде... О, какой удар! Но, правда, слишком уж и не точно. Тангер. Сидоренко, кстати, не разу не бил пока Виталий. Может, и забивает голы. И забивал. Я думаю, стоит ему попробовать. Десять удар, другой. Десять удар, другой. Штайный мяч не дошел. Бернард был заберет. Он прервал эту передачу. Отработал Войток. Один из двух украинцев в составе. Гороскопера. Добротный легионер, Войток. Что касаемо цены-качества, очень адекватен. Глеб Ходл. Ну, вот здесь мяч, сон, сохраняется. Ну, думать, начал. Здесь Тангер здорово его обокрал. И нарушение правил. Через паузу, но судья дает свисток. Ходл не прав. Нет пока забитых плечей во втором периоде. Две с половиной команды сыграли. И по один. Сегодня первая игра, первым матч игрового дня, очень щедро получился на голы. И там выкуражились футболисты Леванта, которые вот этой победой над Аланья Скоробт-Турецкой, крупной победой за счетом 12-5, сохраняют шансы на то, чтобы все-таки сыграть в полуфинале. Я напомню, что Леванта начал этот турнир с двух поражений. Ну, вот там так складывалось в той группе, что два поражения подряд, и еще оставались шансы и остаются. Здесь, видите, по два матча проиграли. Фламенко и Гроскопер, и уже на полуфинал не могут рассчитывать. И снова Сидоренко. Тангер пробил. Бернардо. Здорово, мяч обработал, продлевает. И здесь... Жилу не позавидуешь. Там и ногой, по-моему, задел его соперник, и песок прям вот мощно так и в глаза, и в рот, и в нос попал. Это Вудли. Он впервые, когда появился его второй игровой день, сразу же организовал гол в собственный ворот. Ну, а здесь первое его действие – это желтая карточка. Ну, суть по его улыбке, я не сильно расстроился. Ему-то что расстраивается? Вот Жилу не улыбается, потому что там полкило песка, по-моему, проглотил только, а сколько еще в глаза попало. Да, и по руке, по-моему, досталось. Ну, карточку-то вот как раз за этот удар по руке получил. Болеец Гроссхопера. Ну, и Жил Пауло, по-моему, постепенно приходит в себя. Снова осознает, где он. Да, надо спросить у него, какой счет. Банковский? Проверить. Ну, в банковский-то, я думаю, нормально у него. Итак, Жил Пауло, капитан Фламенго, устанавливает мяч. Жил Пауло против Виталия Сидоренко. Такое противостояние мы не раз видели в российской суперлиге. Ну, вот теперь увидели на Мундиолита. Упал удар, ой, как мощно. Да, но Сидоренко все контролировал. Неплохой пас какой. Ой, здорово-то, посмотрите, какая комбинация роскошная. Шикарный пас Вутли, ну и Бернардо. Три касания. Раз, два, и Бернардо, как положил корпус, крестовина. Очень красиво. Атака Фламенго. Нет, пока головка в втором периоде. Правда, две желтые карточки по одной для каждой из команд мы увидели. Но вот сейчас был момент с ударом Бернардо, пасом Вутли. Момент, который, может быть, даже и какие-то головки стоит. Передача. Удар. Бернардо здорово здесь блокировал. Еще в ловой. Густовин. В ловой. Еще в ловой. Вот упас пяткой. Как же, бразильцы на песке? Бернардо здесь, конечно, сыграл очень просто. Можно было через Сидоренко мяч сохранять, отдать Виталию мяч в руке. Лучший враг хорошего. Удар через себя. Пауло Энрике пробил. Пока это трио, наверное, да? Энрике, Диас, Алехандро смотрят так ровно, да? Никто не выделяется. Джованин. Пауло. Глент Ходдл отдохнул у Гроссхопера и готов вернуться в игру. Вот он и, естественно, Куплер появится в ближайших пауле. Пока живо, Ваня. Стычен. Челпало, пас. Немножко неточный, но сохраняет мяч бразильцы. Ударная, да, четверг сейчас готовит? Тангер, Алехандро, Родриго и привнувший к ним патчем в отсутствие дистанцизированного Егора. Вот момент. Это было весьма опасно. Все обошлось. Для Сидоренко, для Варланд Гроссопера. Сидоренко бросает. Вот Ходдл едва появился и сразу ему передача пошла. Жил Пауло. А вот Ремезов наш, да, напомнил о себе. Тащит мяч. Жил здорово, как в отборе играет. И Жил Пауло чуть-чуть забил в своей. На опыте, на опыте отдавал. Силу рассчитал. Убор на играх. Мы-то предполагали, да? Ну, я предполагал, потому что я по-другому это оценивал. Просто не озвучил. А я предполагал, что здесь будет такой разгуляй, что команды будут мало заботиться об обороне. Но не тут-то было. Да, я тоже ожидал более обильного количества голов. Но наши ожидания пока на стопанах. Какие-то бретензии, по-моему. Какая-то пантомима в исполнении патча была. Он сам с собой сыграл пас. И потом еще партнер сказал, ну что же ты. И расстроился так удивительно. До сих пор переживает. Жованни. Мне кажется, или темп пониже в втором периоде, чем в первом. Да, Сидоренко надежен. Да, немножко он так убаюкал, да? Немножко игра. Фламенко более текуче разыгрывает, размашется, пробует разные варианты. Фачев поднимает мяч. Еще раз улучшает. Бьет. Бой так на Абутевича. Ремезов, Ремезов. Ну вот главная ошибка молодых футболистов. С мячом не надо купить. Берлить так много. Вот он возвращал мяч Ремезову. Но чуть не точно это сделал. Вот момент. И Сидоренко. Ну как же хорош сегодня Виталий, а? Великолепен. Просто великолепен. И удар-то был тяжелый. И до ворот близко был. Еще один удар. И снова Сидоренко. Какой по счету спасения уже за десяток точно. Подал. Хоть что-то надо в ответ создать Графсхопперу. Потому что невозможно на одном голки перевыезжать. Пока Сидоренко оставляет швейцарскую команду в игре. Ну вот на этом дриппинге уход на силы и закончился. А вот момент с Родрика. Как он здорово разворачивается. Уходит. Иодный Сидоренко. Оставил ногу, да? Очень красивый эпизод. Уже Ваня. Да. Там заделся перед кемяч или нет? Суть по всему да. Очень опасно Тангер Бел. Успел сложиться. Вот после рикошета. Успел переложить корпус. Живой Ваня. Да, он редко вступает в игру. Но когда приходится это делать, он показывает, что не застоялся. И реакция хорошая. Посмотрите, да? Да, на смене направления. На противоходе Ремезов ему. Ну, выручил здорово. А вот удар Тангера. Смотрим. Сидоренко коснулся мяча, нет? По-моему, да. По-моему, тоже. Да, ну и вот, видимо, резкое движение сделал бразильский голкипер. И сейчас приходит в себя. Немножко дыхание сбило. Да, но он так переложился вообще, вопреки законам. Вот как раз его в этом плане Конституция как раз и не подвела, да? Легкие, субтильные, быстро. Да, может быть. Действительно, дело даже не в возрасте, потому что он молодой, да, и смог то, что не сделал, будет много ветеран. А именно в Конституции. Вот еще раз, да, Тангера удар очень приличный. И здесь вот на повторе видно, да, что Сидоренко спасает. Ну, как кошачий в ружке. Вот и заворот, пожалуйста, еще момент динамичный, красивый. Как говорится, во-первых, это красиво, во-вторых, это эффективно. Виталий Сидоренко. Ну, и смотрим угловой. В исполнении швейцарцев Максим Бойток. Так, без хитрости. Немножко на ближнюю штангу простреливал Пачев. Пачев любит с мячом повозиться, по-моему. Алихандро может 1-1, кстати, обыграть. Еще легко в середину ходит, улучшает, бьет. Мимо. Печи трех минут до второго перерыва. Результат первого. Первый, третий матча сохраняется. 2-1 на момент выигрывает. Виталий Сидоренко. Максим Бойток. Назад. Голкибер, у них здесь вот ошибка. Удалось ее. Быстренько оперативно. Да, исправились. Болеец на грозах Хопера. Это Хоппер. Ого, он отскочил назад. Он же играет головой. Ну, Сидоренко быстро бросает. Сразу ворот. Ох, момент был хороший. По-моему, впервые, да, появился на песке у нас... Вебер? Вебер. Нет, он выходил. Выходил, да, эпизодически. Да, во втором периоде. Какой-то короткий отрезок провел, когда ходу отдыхал. Смотри, как передвигается тяжело, да, Вебер. Очень часто через левый фланг атакуют. Совщий дворинка. Родриго. И здесь Войток на подстраховке. Попали в бах. Наверное, скорее всего, здесь Максим. Да. Неприятный момент. Здесь первый удар очень был опасный. Ну, а этого там повторяют везон своего ворота Фламенту, когда... Вебер, да? Такой бы был, наверное, спонсорский голод. Судя по фигуре Вебера. Призываю Сидоренко попробовать пробить по воротам. Ни разу Виталий пока не угрожал воротам. Надо, надо это делать, надо. Ну, это единственное, что он все это не делал. Потому что он и разыгрывающий, и на линии великолепных действиях, и на выходах играл хорошо. Он удалось пробить. Конечно, обратный пас. С тайным он, да, сбросил обратно на Ходла. Ну что, Бернарду нарушал разве правильно? Мамедов уверенно за желтой карточкой тянется. Значит, нарушение правил было. Ну да, да, пожалуй. Другое дело, что там швейцарский футболист лежал на песке еще помимо вот этого эпизода. Ну, Бернарда получает желтую карточку. Это третья желтая карточка во втором периоде. Две из них получили футболисты Гроссхопера. Бутли и вот сейчас Бернардо. Интересно, Мамедов на каком языке общается сейчас футболист Фламенко? Потому что не все бразильцы владеют английским. Ну и сам Мамедов, наверное, я не знаю, есть? А вот Бернардо, по-моему, в составе Фламенко играл на клубах чемпионов мира. Как минимум один раз. Но если пять клубов он с минимумом? Пять, да, пять раз. Он играл, он играл за Фламенко. Вот я думаю, что для него это... Ну, я не знаю, насколько принципиально. Вряд ли здесь вот стоит такой термин принять. Но, во всяком случае, это такая несколько отличающаяся от любой другой игра. Может быть, не в турнировом смысле, зато вот такой ностальгичный. Ну, может быть, что-то хочет доказать, а может быть, и попасть обратно в состав Фламенко. Хотя вот, наверное, по подбору футболистов он, конечно, уступает. Те, кто в Фламенко сейчас. Штайноман будет наносить удар. А-а-а-ар, а-а-а-ар перекладник. Да, такие штрафные, с достаточно близкой дистанцией. Нужно бить низом. Если бьешь на силу, да, и все-таки обводящим ударом стараться перекрыть вратаря. Ну, Штайноман в первом периоде наносил удар примерно вот в той же дистанции. Это был игровой момент. И тоже надо перекладить. Здесь жесткое какое-то стремление. Родриго сейчас сказал, что я играю мяч на португальском, на чистом. И спрашивает у небес, где же взялся такой судья, который увидел здесь нарушение права. Ну смотрим повтор. Наверное, больше за агрессию скорее, да, здесь на попрыжок. Ну, Кутли и сам, в общем, способен играть жестко. Мы помним уже в этом периоде. Но вот это, конечно, бимико. Это красиво. Это очень красиво. Родриго Коста, 27 лет. Девятка Фламенко из сборной Бразилии. Ну, а нам резервного швейцарского голкипера это Николас Штуки. Казали, вот он сейчас что-то обсуждает. Будет у него шанс сегодня сыграть, потому что фигуры великолепные. Ну, суть по игре Виталия, да, и по счету, который пока у нас на табло 2-1. Преимущество Сзибко и Фламенко, думаю, вряд ли будут какие-то изменения в артасской линии. Да, и хотя бразильцы имеют игровое преимущество, тем не менее, счет минимальный, он будет в пользу, перевес минимальный. И, конечно, любой репортаж, любая атака красота, он здорово, что есть. Штайноман подает угловой. Родриго, как здорово, на перехвате Бернардо. Здесь двое против него были. Соглашается с Мамедовым Бернардо, что придержал Родриго, который убегал стремительно в атаку и штрафной удар. Да, очень знакомое лицо, он, по-моему, даже за сборную Португалии несколько секунд назад играл. Но игрок ротации такой, не скажу, что основной. Здесь вот диктор по арене Мегаспорт напоминает, что уже 5 желтых карточек, очень много. Да, я думаю, что это самая такая большая игра по количеству предупреждений. Казалось бы, что им делить, но вот видите, очень такое уборное противостояние и много нарушений. Итак, Родриго против Сидоренко. Мимо. И опять верхом. Вот мы уже отмечали по ходу первого репортажа сегодня, что почти все штрафные верхом бьют. Футболисты разных команд. Последние 20 секунд. Показал назад, Ротарев возвращает мяч. Сидоренко. Ремис открывается, хорошо отклеился от жила. Здорово, Виталик ему вел мяч, но не успел. А Песок ускорил движение мяча, вот именно в этом конкретном случае. Удар Сидоренко, вот его последнее спасение под самую сирену. Ну, он как в первом периоде был лучшим в своей команде, так и после перерыва это продолжил делать. 2-1. Фламенко выигрывает всего лишь в один мяч. И все самое интересное нас ждет в третьем периоде. Будет ли он последним? Узнаем. Нас ждет в третьем периоде. Он прямо сейчас нас ждет начередное. Ударное, жаркое выступление для новой подъемщики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вот подряд три мяча и в разные ворота. Ну, исполнение хорошее такое, я бы сказал, очень стандартное и здорово исполнено удар внутренней стороной стопы. Второй мяч на турнире. 4-2. У Графскопера изобретал луч надежды. Но замена вратаря все равно состоится, потому что, я говорил, штуки разминался. И он, спасибо нашим режиссерам, показывает, что сейчас как раз уже совсем скоро выход голкипера. Ну, а Сидоренко, я думаю, мы еще увидим в игре на этом турнире. Напомню, что все команды проведут по пять матчей. Будет свой плей-офф у тех, кто не попадет в основную из всех, кто не продолжит борьбу за титул. Да, я думаю, ни одна из команд, которая окажет, что вытяжительный плей-офф не захочет закончить на восьмом месте, в турнире, ну, конечно. Удар в штангу. Попадает. Очень опасно. Алехандро пробил. Тангер. И, наверное, еще желтую карточку увидим сейчас, да? Или Мамедов собирали чуть немножко. Вебер не прав. А вот по втору удара Алехандро в штангу. И нарушение Вебера. Здесь чуть не оторвал Майкл вместе с номером. Тангер не снял. Виталий Сидоренко. Найдется для него прямо сейчас работа. Ну, если, конечно, мяч с творкой. Тангер. Удар. Плотно очень, да? Но не прижал мяч. Но по силе было здорово. Играет еще много. И я думаю, что у швейцарцев будут и моменты. Другое дело, насколько они отбиться смогут в обороне. Тангер. Бернарду еще подсказать. Успел такую зону нужно закрыть. Веберу. Удар поворотом. Красиво. Тиагу Девс пробил. Да, Тиагу Диез не первая попытка удара через себя. И Войток опять на пути мяча. Много очень сблокировал ударов Максима Войтка. Я думаю, что с точки зрения внутреннего напряжения эта игра просто оправдала ожидания. Она даже больше нам дала, чем можно было предположить. Трубаним. Жил. Никогда не отличался. Хороший пистиклетный жил. Он больше разрушитель такой. Читает передачи, атаки. Здорово выбегает. Через себя бьет не так хорошо. Сидоренко. Быстро мяч вводит в игру. Походу открывался два фланг. Бернардо готовится подать угловой. Нет, это из-за боковой. Видим, что будет выбрасывать на Ходла. Ходл забил. А я хотел сказать, что Штайнамена сразу двое опекали, а Ходла-то забыли. Вот слона не приметили. Ну, я так с точки зрения бомбардирских качеств. Да, ну и отмечаем немножко такую вальяжную игру в обороне по полиции Фламенко во главе с Жилом. И тут и Диас не доработал. Все так смотрели кино. Ну что, это один из самых красивых голов сегодняшнего дня. Но и возрождает он интригу. Ходл забивает свой второй гол в игре и сводит разрыв до минимума. Удар поворотом. Жил в пробел. И я думаю, что пока замена штуки откладывается. Зато он очень красиво разминается. Да, мы здесь видим приводящие, отводящие, махи, все хорошо. Четыре секунды не успел подать угловой. Густавинио. Ну что, бразильцы поплыли? Нет? Ну, пока не то, что профит течения, да, но куда-то не в ту сторону. Вот, наконец пробил Сидорио. Да, первый удар и Жил блокирует. Жил, по-моему, очень недоволен, раздражен. Возможно, и с собой недоволен. Он в двух подряд эпизодов не доработал. И вот второй стоил гола. Вот момент. Здорово как бил-то. А это у нас Вудли, да? Это Вудли, а на штанге был Штайном. Но у него роста не хватает катастрофически, конечно. Вот, конечно, не первый момент с ним уже, да, можно забивать головой. Родриго! Тонко, да, бил? На исполнение. Ну, примерно так же, как Ходл забил вот со штрафного, да? Да, похожий момент Сидоренко. Очень много ввода мяча. И здесь все-таки торопится Виталий. Хотя у него выбора-то особо нет. Высоко провалятся футболисты-крассхоперы. Снизу не разыгрывают. И Виталий пробил лишь один раз, попробовал ударить в воротах. Густавинио назад вратарю Живане. 6,5 минут до окончания основного времени матча. Густавинио сейчас беспометно принимает и обрабатывает мяч. Жил. Пробил. Вот его удар. Ну, так, скажем, оставляет желать лучшего. Ну, да, попробовал, попробовал тоже пробить. Сидоренко. Ремезов уже раздался исток арбитра, потому что, вроде бы, партнеры Ремезова были нарушены правила. И здесь, все-таки, немножко Алехандро агрессивно сыграл. Там Вудли неизвестно, что хотел сделать. То ли пас, то ли в ободку шел. Вот он руку выставил так. И Вудли будет бить штрафной. Вудли, конечно, и в полк уже красивый. Что не отменяет того, что нарушение было? Ну, да. Нарушение еще надо уметь хорошо показать. Подготовить. Михаил Вудли. У мяча. Очень тщательно готовит. Но от этого удара очень многое может зависеть. Особенно, если ему получится как следует попасть. Удар! Пробил. Ну, створ ворот уже хорошо для футболиста этого, скажем так, уровня, да? Да, и используя песок. Вот он пробил-то низом. Далеко не все. Так, сегодня вообще прижимал мяч. Пачев скучал на фланг и, наконец, пришел к нему мяч. Получает мяч, но вбегавшего Алехандро играл не точно. Борьба здесь. И Бернарду, да, выигрывает борьбу. Хороший матч проводит. Мог старается. Большой объем работы. Гол забил. Стангер пробил мяч за пределы голи. Не на угловой, но фламинго продолжает атаковать. Родриго здорово, конечно, пронял мяч. Получает обратно, с над ворота бьет. И добивание. Да, да, да. Да, это Алехандро. Забил Алехандро, но я думаю, что Родриго не менее половины заслуги принадлежит в этом голе. Ну, такой савтор. Двух футболистов стянул. И вбегавший Алехандро уже, наверное, носка добил. Сейчас на этом повторе будет очень хорошо видно. Вот накрывает удар. И Алехандро удаст носка. Алехандро с Сидней. 5-3. 5-3 счет становится. И снова перевес фламинго. Два мяча. Красивая форма у фламинго очень. Мне нравится. А мне вот у Браги больше всех нравится. Форма на этом турнире. Там рельефная мышца вот этого гладиатора. Ох, какой удар. Ремезов пробил. И, наверное, это была лучшая его попытка. Вот если брать именно удары по воротам сегодняшнего мяча. Родриго еще хочет забить. Трех мячей ему мало. Тем временем замена вратаря состоялась. Да, Штуки. Штуки получает свои 4.35 секунд. Практически 5 минут неполно. Николас Штуки в воротах у Гроссхопера. И он среагировал. Это он спас команду, потому что мяч попал в штангу. Да, было касание, было касание. Вот уставший, изможженный Виталий Сидоренко. Ну, хороший матч провел. Хороший матч. Я при своем мнении остаюсь, что он вообще абсолютно лучший в составах обеих команд. Несмотря на 5 пропущенных мячей. Однозначно. Родриго. Бернардо приклеился к нему. Но через себя пробил Родриго. Штуки на Вудле. Что-то такое невнятное получилось. Что, Ваня? Герп. Ну, право, наверное, можно сыграть. Там Александр ждал передачу. Ну, право. Ваня другой. Это ждал, там Герп. Пачев. Пачев, по-моему, пытался подготовить себе удар, но потом... Да, в середину ходил, но его там настигли, ногами доработали, хожу в футболист Микроскоперов. Тангер здорово навстречу движение правая нога, но мяч сваливается с ноги. Три минуты. Три минуты до окончания основного времени. Конечно. Вот судя по реакциям футболистов Микроскоперов, тех, кого сейчас меняли, например, Гудли, они не теряют надежды спасти этот матч, очень живо реагируют на все происходящее. Ну а почему нет? Всего минус два за 2.45. Это все достаточно реально. Желание. Родриго в касании Тангер. Тангер на Родриго. Родриго в середину, как выходит, здорово, бьет поворотом и Штуки спасает команду. И сейчас ловко сыграл. Вот этот Микроскопера. Тангер. Удар. Бразильцы контролируют мяч. Время сейчас на них работает, как бы банально это не звучало, но это правда. Несогласованность действовали сейчас. Родриго и Жил. Войток. Вообще качество игры в пас у Фламенко снижалось на протяжении сегодняшнего матча. Можно быть связано с тем, что швейцарцы активизировались. Опасная игра, да, по-моему, будет? Или на что я не прав? Да, опасная игра и Маметов на центр выносит мяч. Ну, я считаю, что футболисты Фламенко не на полную катушку так раскрутили свое мастерство. Все-таки играли с запасом. Ну, и даже того, что они предъявили, хватает, чтобы выигрывать за 97 секунд до Сирены. Выигрывать со счетом 5-3. Ну, вот сейчас, вероятно, это такой ключевой момент, по крайней мере, ключевой момент в концовке матча. Если сейчас удастся сократить разрыв, то, наверное, все реально. Максим Войток устанавливает мяч. Да, хороший шанс. И вот после такого короткого совещания все-таки выполнять будет Войток этот удар с центра поля. Если сейчас забить, а минуты 35-5-4 мы можем убить хорошую такую огненную концовку. Ну, как Максим Войток против Джованни. Удар! Мимо ворот. Да, далековато и не точно. Но все равно время еще какое-то остается у Гроссхопера. Концовка напряженная. И шказарцы своим трудом заработали право на такую концовку. Жил! Момент! Да, и как-то тонко хотел отдать передачу. Вот шанс Бернардо не успевает. Живание сыграло здорово. Он выскочил из ворот и опередил капитана Гроссхопера и опередил ценой травмы. Ну, травмы как? Там в глаза песок попал. Там с ногами-то все в порядке. Да, действительно, надо промыть глаза. Вот видим на этом повторе. Бернардо сыграл по-джентльменски. Да, и здесь, скорее всего, сам себе угодил. Потому что вынес мяч, песком себе в глаза попал. Я имею в виду, что до конца не пошел в контакт Бернардо. И этим он отличался от Вудли. Был похожий эпизод, правда, с полевым игроком. В втором периоде, когда Вудли взял и прям, я не знаю, как... Какой-то прием был из хоккея, в лучшем случае. Здесь с уважением коллеги. Но это тоже зависит, наверное, от образования футболиста, от менталитета. И вот Бернардо сыграл по-умному и по-джентльменски. Но он и постарше. Он и постарше, чем Вудли. Минуты и семь секунд до окончания третьего периода. Фламенго близок к тому, чтобы набрать первые очки. С точки зрения ситуации в группе это немного изменит. Но это позволит финишировать не на последнем месте. Удар по воротам. Максим Бойток. Родриго. Штайна Маунт добрался до мяча. Опять Роско не схватило, да? Бьет Кабрадриго здорово через себя. Сочная концовка. 30 секунд остается. Паул Энрике пробил через себя. Наверное, будем реалистами, скажем так, конца основного времени. Да. 5-3 Фламенго выигрывает. Три мяча за Фламенго забил Родриго. И, вероятно, вот его вклад в победу решающий, ключевой. Но MVP игры однозначно. В составе Фламенго. Да, да. Но мои матчи вообще. А я бы Сидоренко назвал. Да. Да, я понимаю, что это против всех правил, что игрока проигравшей команды не называют. Но Войток. Войток один на один уходит. Давай! Есть! Забил. Вот Сирену. 5-4 все-таки, да? Будет засчитан этот гол? Это голодовый фон. Ну, естественно, засчитали. Да, засчитан, засчитан. Последнее слово осталось за Гросскопером. Но победу в этом матче одерживает Фламенго. Максим Войток, украинский легионер, забивает за Гросскопер. 5-4, три гола Родриго. И Фламенго финиширует в этой группе на третьем месте. Этот матч вместе с вами наблюдали. Егор Еремеев, заслуженный мастер спорта. И Олег Пирожков, комментатор в Матч ТВ. Спасибо нашему режиссеру Дмитрию Белову. Ну, и мы с вами останемся сегодня. Еще два матча впереди с участием российских команд. «Спартак» и «Локомотив» будут играть. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. «Спартак» против «Браги». Следующий матч «Брага» фаворит турнира. Ну, а «Спартак» поборется за первое место в группе. Да, далеко не ходите, будет горячо. «Спартак» и «Локомотив» «Спартак» и «Локомотив» «Спартак» и «Локомотив» «Спартак» и «Локомотив» Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!